МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте все! Добрый вечер! Мы опять ведем наш небольшой репортаж с нашей мастерской. И вот сегодня настал странный день, когда мы решили вернуться к изготовлению лодки из пенопласта. Закуплены два или две, две лучше, упаковки УРСЫ 50-ки. Наш любимый материал, из которого мы это все делаем. И сейчас мы это сделаем. Скучно. Ну ладно, пойдет так. Смысл в том, что начинающий рыболов или шкипер озадачился изготовлением эксклюзивного водного средства, потому что разные, ну, водохранилища Белогорье или Белгородчины, они обладают уникальными средствами, уникальными качествами. Тяжелая, тяжелая вода, зеленая тяжелая вода. И здесь не пойдут простые, простые морские катера для ловли судака, да? Или как он там? Тунец. Да, для тунца не пойдут. Придется делать что-то эксклюзивное, что-то очень интересное. И вот сейчас мы это будем делать. Вот мы сделали первый лист. Значит, чем хорош эксклюзированный этот пенополистирол? Он хорош машиностроительным резом. На самом деле, очень высокая точность фрезерования. То есть это фрезерование выбирает станок. Вот. И все это и ровные поверхности. То есть нам нужно выбрать просто несколько ровных, хороших листочков. Вот. Небольшие шероховатости нас не волнуют, они зальются клеем, ну, заполнятся. Как бы. Вот. А все остальное у нас получается. Сейчас мы это вытаскиваем. Вытаскивает листок туда, листок два туда, не все аккуратно. То есть проблема в чем? Требует предельной осторожности, потому что, ну, мнется обо все что угодно. Вот руку, руку положил, он уже теплый, аж греет. То есть это его несомненный плюс. То есть в холодные ночи рыбалки, нас на этих страшных озерах, вот, он всегда тебя согреет. Вот мы ложим пенопласт, вот ложим. Ну, Александр, как начинающий, он должен насладиться вот этим резом. То есть нету практически зазора. Вот имея такой зазор, я уже как-то рассказывал в своих предыдущих сериях, когда строили такую же лодку. Вот, имея вот такой зазор, можно смело его оклеивать стекломатом. Вот, то есть чуть-чуть, нулевочкой, можно так, шкуркой, просто так проводишь один раз, и он идеально садится. Вот, значит, вот это у нас получается как бы дно. Только просто Саня сейчас его развернет, развернили. Вот мы собрали наш, мы примерно сейчас рассуждаем о том, что можно сделать из этих листов. Значит, один из вариантов, то есть самый простой и технологичный, собрать ящик. Ну, по сути, это ящик. То есть мы поднимаем вот эту часть, вот срезаем вот эти боковушки, выходим, то есть на какой-то размер, вот, приподнимаем вот эту часть на высоту борта, то есть, ну, как бы на высоту борта, вот поднимаем вот такую часть. Вот, у нас получается прямоугольная корыта, такой ящик. Вот, сейчас мы посмотрим, возьмем еще один, еще один возьмем лист. Вот, это как бы не окончательный вариант, но мы просто смотрим все варианты. Вот, вот, первоначально, когда я делал платформу, я хотел делать вот такой борт, вот такой. Вот такой, да, вот полностью лист. Вот, вот такой борт у нас может получиться. Но, этот борт, он нам не позволяет, конечно, он очень высокий. То есть, это получается, то есть, мы берем, чтобы нам сделать вот такой борт, мы режем вот этот, вот один лист. У нас получается, вот, что раз, два с половиной листа. внутрь сдвинешь, у тебя поднимется там часть. Вот, два с половиной листа. Вот у нас получается, пять листов в эту хрень, и раз, два, три, четыре, пять листов сюда. Ну, один пополам у нас расходится, да? И сюда один лист. Вот. Можно сделать еще как. Но это будет не очень хорошо, но супер. То есть, вот этот лист, вот этот лист, резать пополам, так как эта хрень, она не тонет, ну, в смысле, чтобы сделать не лодку, а типа платформу, можешь вообще такой низкий борт сделать. То есть, пополам разрезать, и сделать, можешь ее длиннее, в смысле, сделать, трех метров. То есть, еще лист, что я добавил. Просто мы ее не вытащим отсюда, и все. Я так думаю. Мы не знаем. Нет, есть еще один вариант, вообще 30 сантиметров в борт сделать, пополам листов. Да, он будет не 30 сантиметров, у тебя будет 35, 35. Для реки или пруда, это вообще, то есть, пофигу. И получится, у нас на борта уйдет два с половиной, листа всего, мы еще можем, но длинить ее. Куплю вторую шестерку, буду ездить на двух шестерках. Ну да, ну как-то так. Вот так вот, не раскрывая, технологических секретов, мы распилили панели на борт. То есть, сначала нужно сделать борта. Как они делаются, мы покажем в следующем выпуске. Вот, с помощью лобзика получается, вполне, хороший рез. Вот, только нужно, очень легкую руку, и отличный навык, чтобы не хрупкая вещь, которая очень быстро бьется. Вот, все, мы сделали их. Теперь у нас, вот, есть по метр двадцать пять панелей. Эти панели будут склеены, и получится, трехметровые, два трехметровых борта. Все, на этом прощаемся. Вот, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok